МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Масштабные учения состоялись в нашем городе. Три года ожиданий и обещаний позади. Голубое топливо дошло до заречья. Шестой экзамен. Сегодня российские школьники сдавали ЕГЭ по обществознанию. Шесть сантиметров до критической отметки. Катунь в Бийском районе все ближе подбирается к жилым домам. Что касается Бии, то здесь ситуация пока спокойная. Есть подъем, но он небольшой. По последним данным, уровень воды в реке Бия составляет 313 сантиметров. За последние сутки плюс 7 сантиметров. В Верховьях, в частности, в Турачаке, зафиксирован подъем. Так что в ближайшее время ожидается очередная волна повышения уровня воды в Бии. Напомним, что критической для города является отметка 4 метра 20 сантиметров. А тем временем в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. Оно связано с аномально жаркой погодой. В ближайшие четыре дня ожидается высокая температура воздуха. Ртутный столбик превысит отметку в 34 градуса. Также с 8 по 14 июня в большинстве районов сохранится высокая пожароопасность, а местами чрезвычайная. Три года ожиданий и обещаний уже позади. На следующей неделе в домах жителей заречной части города появится долгожданное голубое топливо. Насколько бейчане готовы к приему газа и через что им пришлось пройти, знает моя коллега Анастасия Исаева. Ей слово. Мы живем в 21 веке, еще пользуемся вот такими, как бы баллон этот опасный. В доме Андрея Крылова газ есть. Правда, он из баллона и поступает исключительно на плиту. Через пару дней голубое топливо побежит уже по всем трубам, причем не только дома, но и летней веранды. Также, благодаря природному газу, здесь появится горячая вода и будет комфортной температура в любое время года. Во-первых, зимой должен один человек не работать, а сидеть углем заниматься. В грязи купаемся всю зиму, везде грязь и пыль. А газ – чистота, уют. В этой комнате у нас хранилось, вот еще остатки остались. Надеюсь, больше в этой жизни нам не пригодятся. И хотя на смену углю и дровам сюда пришел газ, избавляться от старой котельной хозяева не собираются. Немецкая печь за пять лет ни разу не подвела. Ну вот у меня дом 200 квадратов. Я посчитал, что на горячей воде, на газом баллоне, то есть мы это прошли еще до этого подключения, и на отопление этот дом окупится за 7-7,5 лет. Если дом Крыловых уже полностью готов к приему экологически чистого топлива, то у Зинаиды Майоровой монтажные работы еще продолжаются. Установил клапан термозапорный и установил регулятор давления. Теперь включить газ, уже осталось, подсоединить к котлу и все. Сейчас Бейчанка радуется скорому появлению газа в своем доме. Однако еще недавно она вместе с соседями скандалила, с подрядчиками, которые оттягивали срок сдачи 9-й ГРП. Ходили по инстанциям, просили, чтобы побыстрее нам было. Ну, так как бумагами очень большие волокиты были, то там не проходило, то там у нас сейсметика здесь. Вот у них решались вопросы эти. Ну, слава богу, все сделали. Проектирование распределительного газопровода 9-го пускового комплекса началось 4 года назад. По плану природным топливом жители Заречья должны были отапливаться уже зимой 2014-го. Однако сроки все время переносились. Люди не верили, видимо, то есть не верили до последнего. Я надеюсь, сейчас, как увидят, как пошло голубое топливо, люди все-таки поверят и начнут подключаться. Все строительные работы завершены. Протяженность газопровода почти 10 километров. Подключиться к природному газу теперь смогут больше 400 абонентов. Однако сейчас только третья часть жителей Заречья подвели газовую трубу к своему дому. Готовы там многие, но ждут, когда пустят газ. Как только газ будет пущен, так, соответственно, начнут люди подключаться. Никаких проблем с этим не будет. Им надо будет обратиться к собственнику запровода центра «Газсервис». Они будут являться эксплуатирующей организацией. Значит, составят с ними договор. Также сделают подводящие сети внутридомовой. И также без проблем подключатся. В конце этой недели или начале следующей голубое топливо уже должно появиться. Первыми им воспользуются 70 бичан. У них уже все готово. Анастасия Исаева, Иван Зяблицкий. Будни. Сегодня в Бийске прошли масштабные учения. На два часа было ограничено движение транспорта в районе Старого центра и у Вечного огня. По легенде учений террористы захватили заложников на избирательном участке, который расположен на улице Советской. Преступники требовали деньги в размере 3 миллионов евро. Звонок на пульт дежурного поступил в 12 часов 15 минут. На место выехала группа немедленного реагирования. Позже территорию оцепили. Посторонних не пускали. В ходе переговоров террористы отпустили заложников. Благодаря действиям сотрудников полиции преступников удалось задержать. Никто из людей не пострадал. Это первые масштабные учения в этом году. В них участвовало больше 100 человек личного состава межмуниципального управления МВД России. Бийская. Мы продолжаем. Скоро месяц, как начались работы по благоустройству парка в Нагорной части Бийска. И уже сейчас можно подвести первые итоги. Что сделано и какой шаг будет следующий, знает Евгения Буребаева. В парке как будто ничего не изменилось. Но это только на первый взгляд. В середине мая отсюда вывезли тонны мусора. И самое главное, развернули масштабную работу по очистке территории от разросшегося сорняка. Раскудрявый клен зеленый, лист резной. Может, поэтов и вдохновляет это растение. Но такая его разновидность, как американский клен – головная боль для служб по благоустройству. Все потому, что американский клен неприхотлив к климатическим условиям. Семена хорошо приживаются и растение быстро разрастается, захватывая все новые территории. Доказательство тому, что клен безжалостно оккупирует парк налицо. Меньше месяца, как здесь, топорами и пилами прошлись коммунальщики. Однако кленовая поросль появилась вновь. Мы осознанно оставили большие деревья, потому что нельзя взять в парковой зоне, почистую искоренить дерево, не посадив какие-то другие сорта саженцев, не вырастив их. Поэтому работа будет вестись планомерно. То есть по мере строительства парка, по мере строительства зон будут выкорчевываться, вырубаться клены, но при этом будут подсаживаться другие деревья. Впереди долгая и непростая работа. В конечном результате на этом месте, откуда просматривается весь город, примерно через пару лет появится современный парк. Он будет строиться за счет внебюджетных средств. Здесь планируется создать действительно парк отдыха для разных возрастов, то есть и для людей старшего возраста, и для молодежи с игровыми площадками, со спортивными зонами, с прогулочными зонами. Первые шаги в направлении новой достопримечательности Бийска уже сделаны. Строительные работы начнутся сразу после того, как будет согласован проект. Евгения Буребаева, Сергей Дыровских, «Будни». Известный кинорежиссер Евгений Бедарев начал работу на площадке 8-го международного молодежного управленческого форума «Алтай.Роста». Встреча с режиссером прошла в формате беседы. Отметим, что сегодня уже третий день работы форума. Молодые люди со всего мира на «Алтай» приехали учиться и делиться опытом. Они ищут партнеров и презентуют свои проекты. У меня есть действующий бизнес. Сюда приехала с социальным стартапом «Женский клуб». То есть проведение женских тренингов, личностный рост, женское развитие. Ну и за знаниями, конечно. Повысить свою компетенцию как лидера, как руководителя. А здесь ты приехал на своей площадке, то есть ты выбрал то, что тебе интересно. Если что-то еще интересно, ты можешь сходить еще что посмотреть. То есть я с продвижения еще хочу на народное кино сходить. Потому что очень круто здесь. Площадка «Народное кино» на форуме «Алтай.Роста» не новая. Она была раньше, но временно не работала. И нынче, в честь года российского кино, площадка снова возобновила свою работу. Участники здесь не только усваивают теорию, но и ежедневно практикуются в режиссуре. Мы говорим об актерском тренинге. Актерский тренинг нужен и актерам кино, и актерам театра. Поэтому мы занимаемся тренингом. И ребята очень интересно работают, очень интересно думают, очень рождают новые идеи прямо здесь, сейчас, на этом тренинге. Поэтому мне очень интересно с ними работать. Они очень активные, много у них интересных мыслей. И самое интересное, что они демонстрируют творческое мышление в полном объеме. Шесть экзаменов уже позади. Сегодня российские школьники сдавали единый государственный экзамен по обществознанию. Отметим, что он один из самых популярных в нашей стране. Его выбрали почти 60% школьников. В нашем городе ЕГЭ по обществознанию также остается самым массовым и популярным. Все подробности у Елены Колточаковой. Елена Бахтина готовится поступать в Сибирский государственный университет путей сообщения на бесплатной основе. Рассчитывает исключительно на свои знания и силы. Ой, ну страшно. Но готовилась с 10 класса упорно. Ну, было в 75, надеюсь, не все. Вместе с Леной сегодня обществознание сдают еще 590 вичан. Этот экзамен вот уже несколько лет остается самым востребованным у школьников. Если в прошлые годы в один день сдавали обществознание и другие предметы, то в этом году именно благодаря большой популярности для него выделили отдельный день. Ну, общество знания – это очень важный предмет жизни каждого человека. Он нужен для поступления во многие хорошие, престижные вузы России. Ну, это очень сложно принять. Ему нужно очень основательно готовиться, чтобы хорошо сдать. Ну, это наш мир, политика в основном. Все, что нас окружает. Ну, это, я считаю, даже нужно сдать любому человеку, даже тому, кто не сдает этот экзамен в Лиге. Обществознание нужно. Нужно в дальнейшей жизни, как в нынешней жизни, так и в дальнейшей жизни. Бывают задания сложные, могут попасться, бывают легкие. То есть, относительно все. Волнительно, но нас учитель хорошо подготовил за два года. В нашем городе экзамен прошел на трех площадках. Первый, третий и семнадцатый школах. На входе, как обычно, осматривают металлоискателем, в аудиториях камеры наблюдения. За ходом проведения следят представители оборнадзора, общественное наблюдение и члены государственной экзаменационной комиссии. На каждом этаже по четыре дежурных. Если ребенок выходит из кабинета, то есть он тоже оставляет все документы на столе. Его один из организаторов провожает до двери, но он не имеет права ходить в организатор. А далее уже провожает его дежурную подажу до кабинки. Почти за четыре часа выпускникам предстояло решить 29 заданий. И как минимум они должны набрать 42 балла. Справились ли экзаменуемые с заданиями, станет известно через две недели. А уже послезавтра, 10 июня, выпускники будут сдавать иностранный язык. Елена Колточакова, Татьяна Свинаренко, Иван Зяблицкий. Будни. Итак, завтра, 9 июня, в нашем городе будет облачно. Возможен небольшой дождь. Ночью плюс 15, плюс 17, днем до 26 градусов со знаком плюс. Что ж, это все новости на сегодня. Я на этом с вами прощаюсь. Желаю вам приятного завершения этого дня. Будьте здоровы. Ну и, конечно же, друзья, улыбайтесь чаще. Редактор субтитров А.Семкин